Над Саломом 147 Хвали Иерусалим Господа, хвались и он, Бога твоего! Не к городу пророк обращает речь, а к жителям его. Как поступает он во всей книге, так поступает и здесь. Он часто увещевает и советует благодарить Бога за благодеяние и надеется не на здание и не на крепость стен, а на его промышление. Положив это в основание, он продолжает. Ибо он укрепляет вереи ворот твоих, благословляет сынов твоих среди тебя. Что значит вереи? Поставил, говорит, тебя в безопасность и сделал непобедимым. Благословляет сынов твоих, то есть весьма умножил их. Это один вид благодеяния, а другой выражает словами в тебе. Смысл слов его следующий. Он умножил их не в рассеянии, не в разделении, но собрав их в тебе. Далее показывает еще другой вид промышления и говорит, утверждает, в пределах твоих мир. Туком пшеницы насыщает тебя. Можно быть и безопасным, многочисленным и вместе с тем вести войну. Но здесь он таким выражением показывает, что они были свободны и от этой опасности. Что не только город был свободен от нападения, но и самые отдаленные пределы их. Видишь ли, сколько исчисляет он благодеяний. Первое и важнейшее из всех выражено словами «Бога твоего». Этими словами он выразил следующее. Он приблизил тебя к себе, сделал тебя своим наследником. И будучи общим владыкою всех, стал твоим по преимуществу. Это первое и главное из всех благ. Второе благодеяние состоит в том, что он поставил город в безопасности. Третье в том, что он умножил их. Четвертое в том, что он избавил от войн и смятений не один только город, но и весь народ. И при том ни однажды, ни дважды, и ни трижды делал это. Но делает постоянно так, как не сказал, положивший, но полагающий. Если же и случались войны, то не потому, что Бог оставлял их, но потому, что они сами отступали от него. А его постоянным делом было ограждать, доставлять безопасность, избавлять от всякого смятения и войны. Вместе с этим благодеянием пророк указывает на, затем и на другие, на плодородие, обилие земных плодов, научая опять и здесь, приписывать все на земле. Не земле и не свойству воздуха, но промышлению Божию. Каким образом? Следующими словами. И туком пшеницы насыщает тебя. Смотри, не сказал просто пшеницы, но туком пшеницы, выражая великое плодородие. Тук пшеницы означает сочность плодов. Таковы дары Божии, зрелые и прекрасные. Таким образом, говорит он здесь, Бог щедро насыщает тебе самой лучшей пшеницей. Это самое желаю выразить. Он не сказал дающий, но насыщающий тебя. Посылает слово свое на землю. Быстро течет слово его. Как обыкновенно пророк делает, то есть переносит речь от частных предметов к общим, и от общих опять к частным, так поступает и здесь. Так как он сказал, восхвали Бога твоего, чтобы кто-нибудь из безумных не подумал, будто Бог есть Бог только иудеев, показывает, что Он есть Бог всей вообще вселенной, и что промышлению простирается по всей земле, перенося речь от частного к общему и к промышлению Божию действующему везде. Вот почему, сказав, посылает слово свое по земле, прибавляет. Быстро течет слово его. Этими словами он показывает, что Бог печется не только о нашей стране, но о всей вселенной. Под словом он разумеет здесь повеление, промыслительную деятельность, притом желая выразить легкость действий, означает это как названием слова, так и течением, недовольствуясь и этим, прибавляет еще быстро. Смысл слов его следующий. Все, что Бог не повелевает, совершается с великой скоростью. Он дает повеления по всей вселенной. Какие же дает он повеления? Касающиеся того, что поддерживает нашу жизнь. Движение воздуха, времен года и других перемен. Потому и присовокупляет, дает снег, как волну, сыплет иний, как пепел. Пошлет слово свое, и все растает, подует ветром своим, и потекут воды. Здесь он представляет непобедимое и беспредельное могущество Божие в том, что он производит вещи, не существовавшие, и изменяет существующие, и преобразует их так, как хочет. 538. То же выражает и другой пророк, когда говорит, творит и притворяет все. Аморс 5.8. Хотя все подчинено не приложим законам природы, но эти законы изменяются, когда ему бывает угодно. Ему все уступает и повинуется. Иногда он изменяет самое существо вещей, а иногда, оставляя существо, дает им другую деятельность. Собственную и природную их деятельность оставляет бездействие, а производит в них другую противоположников. Например, он сделал спечь вавилонскую. Там был огонь, но не сожигал. Напротив, вверженные туда наслаждались приятнейшей росою. Море было перед иудеями, но вода не потопила их, и они прошли безопаснее, нежели по камню. Земля была под Дафаном и Авероном, но она не удержала тел их, а поглотила скорее море. Сухим деревом был жезл Аронов, но произрастил плод прекрасней растущих на земле. Самым глупым животным была ослица Воламова, а между тем не хуже разумного человека, говорила в свою защиту, бившему ее. Львы были при Данииле, и между тем обнаружили кротость овец, не потому, чтобы уничтожилась природа их, а потому, что изменилась их деятельность. Много и других подобных чудес можно видеть и теперь в творениях, не считая их маловажным чудом на том основании, что они совершаются каждый год и происходят перед нашими глазами. Представь, как важно то, что влага иногда является снегом, а иногда водою, и такие перемены происходят в краткое мгновение времени, чтобы кто-нибудь из неразумных не приписал этого естественному действию стихий, и не считал одни стихии причинами таких явлений, но знал, кто повелевает ими. Пророк относит все это к его повелению и говорит, пошлет слово свое и растает, то есть даст повеление. Нехило ветров преимущественно производит это, но Бог, сотворивший ветры, он стал говорить о стихиях, о переменах, совершающихся стихией, для того, чтобы явлениями, происходящими каждый год, научить грубого, бесчувственного иудея познание силы Божией и внушить Ему, что и дела Его касающиеся, Бог легко может устроить, как захочет, и неблагоприятные обстоятельства обратить в противоположные. Как во время дурной погоды нестерпимого холода Он легко может произвести тишину и смягчить все, так и им, находящимся в плену, изнуренным воинами, Он легко может возвратить мир и Отечество и восстановить их прежнее благоденствие. И не это одно выражает пророк, но прикровенно внушает и нечто другое. Что же такое? То, что как неприятные перемены часто бывают полезны и благотворны, так и случившееся с иудеями было полезно и весьма благотворно. Но чтобы не слишком огорчить их, пророк опять обращает речь к переменам более благоприятным. А что означает приведенное им сравнение? Он не сказал просто дающего снег, но прибавил, как волну. Не сказал посыпающего пепел, но прибавил, как пепел. Не сказал метающего туман, но прибавил, как хлебы. Мне кажется, этим Он хотел показать легкость и удобность исполнения для Бога. Он возвестил слово Свою Иакову, уставы Свои и суды Свои Израилю. Не сказал Он того никакому другому народу, и судов Его они не знают. Аллилуйя. Смотри, как Он опять переходит от общего к частному и к тому, что преимущественно относится к иудеям, желая возбудить в них большую ревность. В начале псалма Он говорит о предметах чувственных и полезных для тела, как-то о безопасности, о плодородии, о мире. А здесь обращает речь к предметам более высоким. Говорит о законодательстве, которое составляет важный вид благодеяния, отклоняя от порока, руководя к добродетели, просвещая душу. Так и Моисей часто повторяет это, например, когда говорит, какой бы был еще народ, как этот язык великий, которого Господь есть Бог, приближался бы к нему, как Господь Бог наш для всех, кто бы ни призвал его второзаконничею и всем. И Давид еще говорил, творящий милостный Господь и судьбу всем обиженным, сказал пути свои Моисея, сынам Израилевым, хотения свои. Так же Иеремия, сей есть Бог наш, и не сравнится с Ним никто. Он нашел путь премудрости и даровал ее Якову, рабу своему, Израилю, возлюбленному своему. Варух 3.36 Может быть, кто-нибудь скажет, если Он не открыл воли Своей прочим людям, то почему Он наказывает их? А что Он наказывает и живущих прежде законно, и находящихся во всей вселенной грешников? Это видно из слов, сказанных Христом. Царица Южная восстанет и осудит род сей. Еще. Мужи Ниневе восстанут и осудят род сей. Это сказано, конечно, потому, что и они отдадут отчет. И одни из них удостоятся похвалы, и другие получат наказание. Но если им не объявлено, что должно делать, то как они будут судить других? И опять. Почему сказал Господь, кровь отомстится от крови Авеля праведного до крови Захарии, и еще отрадней будет земле Содомской и Гаморсии? Словами отрадней Он выражает несовершенное освобождение от наказания, но то, что они за свои грехи получат более легкое наказание. Если же те, которые уже были наказаны, снова подвергнутся столь тяжкому наказанию, то кто из других людей избежит этого? 540. Мы видим, что были наказаны жившие во время потопа и многие другие, и сам Каин. Однако апостол Павел в послании к римлянам говорит так, 1.18. Ибо открывается гнев Божий с неба на всякой нечести и неправду человеков, подавляющих истину неправдою. Ибо что можно знать о Боге явно для них? Потому что Бог явил им. Ибо невидима и Его вечная сила, и Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны. Потом, рассуждая о жизни, Он и в этом отношении освобождает их от ответственности и говорит, 32 стих, «Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти. Однако не только их делают, но и делающих одобряет». 2.3. Неужели думаешь ты, человек, что избежишь туда Божий, осуждая делающих такие дела и сам делая тоже? 3.4. Или пренебрегаешь богатство, благость и кротость и долготерпение Божие, не разумеешь, что благость Божия ведет тебя к покаянию. 4.5. Но по упорству твоему и нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровения праведного суда от Бога, который воздаст каждому по делам Его, тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечную, а тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, ярость и гнев, скорбь и теснота всякой душе человека, делающего злой, во-первых, иудея, потом и елена. Видишь ли, из всего сказано, что все грешники, жившие прежде закона, подвергаются наказанию, а все упражнявшиеся в добродетели и удалявшиеся нечестие наслаждаются благами. Как же может случиться то или другое, если они не знали, что должны были делать? Но скажешь, если они знали, что должно делать, то почему пророк говорит, не сделал того ни одному народу, и судьбы его они не знали? Итак, что означают эти слова, и что хочет сказать пророк? Послушай, писанного закона Бог не дал никому из других народов, но они все имели внутри естественный закон, который внушает, что добро, и что зло. Вместе с сотворением человека Бог вложил в него неумолимому судью, находящийся в каждом закон совести. Для иудеев же он сделал нечто особенное, именно объявил им требования закона письменно. Потому и пророк не сказал, не сотворил никакому народу, но не сотворил так. То есть не дал им ни скрижали, ни писания, ни законодателя Моисея, ничего прочего, что было при горе Синае. Но все это получили исключительно иудеи, тогда как природа человеческая у всех людей заключала в себе достаточный закон совести. Это выразил и Павел Римминум 2.14. Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законной делают, то не имея закона, они сами себе закон. Потому иудеи заслуживают большего осуждения, что они, получив кроме естественного еще писанного закона, вели себя так беззаконно. Таким образом, великое благодеяние Божие послужило им к большему осуждению по их нерадению. Впрочем, сказано довольно для буквального изъяснения псалма. Если же кто хочет принимать этот псалм в переносном смысле, то мы не откажемся вступить и на этот путь, не искажая истории. Да не будет. Но вместе с ней желаю раскрыть этот смысл для любознательнейших сколько возможно. Он говорит так. «Хвалите Господа, хвалите, хвали Иерусалим, хвали Сион, Бога твоего». Павел знал Вышний Иерусалим, о котором говорит. А, Вышний Иерусалим свободен, он матерь всем нам. Галатам 4, 26. Также и Сионом признавал он церковь, когда говорил евреям 12, 18. Вы приступили не к горе, осязаемой и пылающей огнем, не к тьме и мраку и буре, но к горе небесной, к Сиону. Поэтому можно в переносном смысле и к ней относить слова. Когда говорит «Хвали Иерусалим Господа, хвали Сион, Бога твоего». Действительно, Бог оградил ее гораздо безопаснее Иерусалима. Не иерейми и вратами, но крестом и знамениями своей силы, которую он везде устроил и ее ограду. Сказав «Врата ада не одолеет ее» 542. Так вначале и все цари, и народы, и города, и полщища бесов, и вся сила дьявола, и другие бесчисленные противники нападали на церковь. Но все это рассеялось и погибло, а она, умножаясь, достигла такой высоты, что стала выше самых небес. Благослови сынов твоих тебе. Как вначале Бог сказал, «Сладитесь, размножайтесь и наполняйте землю». И это слово распространилось по всей земле, так и впоследствии Он сказал, «И шедше, научите все народы». И проповедуем будет Евангелие сие во всем мире. И это повеление в краткое время достигло самых пределов вселенной. потому Он говорит, «Если зерно пшеничное пад в землю не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. И еще, когда буду вознесен, всех привлеку к себе». При начале мира от одного человека произошли многие, размножаясь по закону природы, и потому дело шло медленнее, а при апостолах общество умножалось не по закону природы, но по благодати, и потому вдруг в один день три тысячи, затем пять тысяч, потом бесчистое множество, и наконец вся вселенная родилась славным возрождением. Церковь возросла, умножилась и самым делом доказала благословение, которое она получила, потому что не от крови, не от хотения плоти, но от благодати Божией родились. Полагающим пределы твои это преимущественно и в собственном смысле можно сказать о церкви, при том, что особенно удивительно, она наслаждалась миром в то время, как боролась с врагами и наслаждалась безопасностью тогда, когда все строили ей козни. Потому и сказал Господь, мир мой оставляю вам, мир мой даю вам, и туком пшеницы насыщает тебя. И это можно в переносном смысле относить к церкви и разуметь и духовной пищи, о том хлебе жизни, который он даровал нам, посылает слово свое на земле, быстро течет оно, какое, скажи мне, слово, слово, проповеданное апостолами и обтекшее всю вселенную, быстрее птицы. Так и Давид, выражая тоже в другом месте, говорит, Господь даст глагол благовестующим силой многою. Если же кто из безумных сомневается в этом, то пусть научится эксперимент, происходящих со стихиями. Посмотрит, как снег падает вдруг и в одно мгновение времени обнимает всю землю, непродолжительно покрывая лицо ее, но вдруг одевая ее, так как самопевец был пророком, ему свойственно было, предсказывая будущее, говорить неясно в переносном смысле, то он справедливо распространяется о стихиях. Смысл слов его следующий, вся земля будет оглашена словом Божиим, и притом с великой скоростью и в краткое время. О том, чтобы кто-нибудь не усомнился, не сказал, если один иудейский народ, пользовавшийся столь долгое время таким попечением, не сделался лучшим, то как возможно в короткое время исправиться жителям целой вселенной? Пророк в подтверждение своих слов приводит примеры стихий, как-то снег, ини, град, которые происходят в одно мгновение. Поэтому не сомневайся и в том, что расположение людей легко могут измениться. Но почему же многие противятся? И они уступят и покорятся. Если небольшого холода, когда он усиливается, никто не может переносить, но все уступают ему и преодолевается им, то тем более слову и повелению Божию покориться все противящиеся. Он имеет силу изменять существа, давать бытие несуществующим, сообщать им такую силу, что они становятся для всех невыносимыми. Возвещает слово свое Иакову оправдание судьбы своей Израилю. И здесь без погрешности можно разуметь духовного Иакова Израиля, которого знал Павел и говорил «Мир вам и на Израиле Божию, которому слава во веки веков Аминь». Спасибо за субтитры Алексею